дорогие друзья приветствую вас на своем канале я наталья топа огромное всем спасибо за то что смотрите мои видео за то что написали прекрасные комментарии на мои предыдущие видео о том как мы путешествовали на запад чех и я вам там посоветовала посмотреть фильм и сам обслуговал английского крала вот одна моя подписчица марина взаимно мне тоже предложила посмотреть фильм семь дней греха конечно здесь в чехии на интернете конечно так нельзя уж прям сильно смотреть кино не найдешь они какие-то все надо сначала заплатить или там что-то еще какую-то акцию провести но мне ярослав стянул на флешку этот фильм и я вчера его смотрела весь вечер до фильм мне понравился он да он именно той территории где мы были в именно той зоне судет и фильм очень мне понравился очень интересный там именно в сюжете было так что девушка немецкая девушка вышла замуж за чеха и ее отец был очень против враждебно были настроены и но мужчина чех пообещал отцу что его дочка будет счастлива и вот так развивался дальше сюжет что потом как говорится пришли немцы во время войны и начали чехов выгонять ну в общем убивать и этот муж этой девочки агнес хотел с ней вместе убежать куда-то в глубину чехии а она отказалась и он убежал сначала один а потом ее начали потом пришла победа пришли советские солдаты и эту девочку начали преследовать чехи чешские партизане но я этот фильм смотрела на чешском языке и один раз только ну я конечно все поняла там но для того чтобы какие-то такие тонкие нюансы хоть даже если бы это был фильм на русском языке а то и мне все равно нужно пересматривать несколько раз но чем замечательный фильм во первых значит немцы там говорят на немецком русские там говорят на русском чехи там говорят на чешском только идут титры это даже очень интересно советского солдата играл наш артист бандарчук а все остальные артисты были чешские и вот этот артист который я не запомнила как и его звали в общем муж этой девушки агнес это был артист который играл в фильме коли если кто-то его смотрел он там играл цыгана который агитировал главного героя сделать фиктивный брак чтобы хватило денег купить этот тарабант если кто-то смотрел но артист хороший очень конечно фильм тяжелые там конечно много крови там как они убивали друг друга но некоторые дружили между собой некоторые были бывшие родственники немцы и чехи поэтому они тоже не могли как бы друг друга подвести но достаточно сюжет тяжелый но в конце концов как бы вроде все закончилось благополучно но очень такие тяжелые были моменты в этом фильме конечно хочу сказать что этот фильм во первых красочные там природа природа вот прям все вот действительно так как вот есть вот там в аше такие же горы также можно залезть на гору также можно все посмотреть вот я когда-нибудь еще раз туда поеду я обязательно пойду на раз на розгляд ну ай и вам оттуда сниму чехию сверху вот эти места прям чтобы сравнить с этим фильмом но особенно что меня поразило с первых минут этого фильма когда я начала смотреть этот фильм то я увидела что это главная героиня агнес это невеста это жена молоденькая и хрупкая но не знаю может быть мое восприятие такое мне показалось что она прямо ну ну чуть ли не копия нашей родственницы люции она является снохой ярослава то есть она жена сына мужа ярослава она она магистр философии она владеет как чешским так и немецким языком она работала в германии на немецком языке преподавала историю и она пишет книгу о женщинах судет вот я думаю что это будет очень интересно но знаете книги пишут долго годами так мы ждем эту книгу а кто досмотрит мое видео до конца мне любезно предоставила свои фотографии люции и разрешила их вам показать дорогие мои вот но еще в связи с этим фильмом мне вот прям сразу вспомнилась история которую мне рассказал отец ярослава царство ему небесное он мне рассказал и ярослав тоже не против того чтобы я вам рассказала эту историю тоже потому что он мне рассказал ее лично мне так я значит могу ее рассказать и вам когда началась война он был маленьким у них война в тридцать девятом году началась ведь а он с какого года он тоже я вот не помню мне ярослав все время говорит а я знаете склеротические мозги забываю но в общем он в это время был маленьким ребенком и у них тоже мама была немка анна говорил только на немецком чешского языка совсем не знала отец был чех пан ярослав почтмейстер так вот когда началась война и германия забрала эту землю то конечно вот там началась такая же вот мясорубка то что и показывали в этом кино и конечно он говорил он рассказывал свое впечатление ребенка он понимаете он он уже старик да старик он мне рассказывает мама сварила такую вкусную еду он мне вот назвал как называется он говорит я так на нее тешил 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 это значит был в предвкушению значит у него у ребенка уже слюнки сбегали он уже был готов кушать мама значит уже все готово помешивает этим по этим ложкой все мешает размешивает и говорит детям сейчас 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 детки папа придет с работы и начнем вместе кушать надо папа подождать и вот он говорит мы ждали папу а пришел не папа а пришли немецкие солдаты и и с автоматами угрожая их выгнали так что еда осталась на плите мама была так как было фартуки так и осталась в этом фартуки ничего с собой только детей за руки без вещей без ничего убегали лишь бы остаться живыми отца слава богу кто-то предупредил он работал на велосипеде и он быстро на этом велосипеде не доехал до дому тоже кут куда-то скрылся и вот он рассказывал что они бегом бежали убегали и и пешком и где-то еще кто-то их подбрасывал бежали прямиком в прагу вот представляете они прибегают в праге здесь самая глубинка чехии не умеют говорить на чешском значит ребенок и в школу должны сидеть и я говорю ребенки вот дети значит по ходу действия учили чешский язык прямо в школе конечно их там дети задирали да а бедная мама она так и не смогла владеть чешским языком вот в такое то время значит они были немцами изгнаны фашистами а как сами немцы были среди чехов но он не рассказывал что их сильно конечно уж очень сильно обижали но чувствовали они себя достаточно неуютно но потом конечно они вернулись обратно уже в аж город аж отец ярослава он родился в карловых варах и все эти события происходили в карловых варах и даже умы туда ездили он нам показывал этот дом двухэтажный в котором они жили из которого их выгнали вот такие друзья бывают истории да вот смотрите да как складывается судьба у людей вот как в начале фильма да там на чешском языке сказал мы не можем выбирать то время когда мы должны родиться так же как и мои родители да имели тяжелое детство эти военные годы и вот так у некоторых людей как попадают как в мясорубку этой жизни страдают из-за каких-то вот таких политических ситуаций так вот я вам это хотела рассказать дорогие друзья не знаю если вам понравится эта история или нет а сейчас я вам покажу фотографии Люции которые я считаю очень сильно похожи на эту артистку которую которая играла в роли Агнес так посмотрите пожалуйста и до следующих встреч дорогие мои надеюсь что вам это видео понравится и вы не заскучали до свидания а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok